Каждый из нас знает якобы все о мужском теле. Мы знаем, что мужчины не могут вырабатывать молоко и у них нет месячных. Что ж, сегодня мы вас шокируем. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь, а то пропустите интересные ролики. Сегодня мы расскажем вам о 10 вещах, которые вы не знали о мужском теле. Мужчины могут выделять молоко Если вы думали, что только женщины могут производить молоко, подумайте еще раз. Так же, как и женщины, мужчины имеют молочные железы. Однако мужчины не могут воспроизвести столько молока, чтобы накормить ребенка. Но чтобы это произошло, нужно, чтобы организм выделил гормон пролактина. Это может быть вызвано опухолью в гипофизе, экстремальным голоданием, либо же гормональными препаратами. Ставь лайк, если ты мужик. Посмотрим, сколько нас. Мужские месячные Это может звучать как первоапрельская шутка, но четверть мужчин, участвовавших в опросе, посчитали, что они пережили период месячных. 26% опрошенных ответили, что страдают предменструальными симптомами. Они включают в себя усталость, голод, раздражительность и судороги. Это подкреплено книга «Раздражительный мужской синдром», который написал Джет Даймонд. Отцовские гормоны Когда женщина рожает, в ее организме вырабатывается гормон окситоцин, который помогает при схватках и самих родах. Как показали исследования, этот гормон также вырабатывается в организме новоиспеченного отца. Кроме того, повышается уровень пролактина. Рут Фельдман из Израильского университета имени Бар Илона называет этот феномен эволюции становления мужчин хорошими отцами. У мужчин есть эстрогены Как известно, эстроген считается женским гормоном, а тестостерон – мужским. Однако как мужчины имеют эстрогены, так и женщины тестостероны. Мужские организмы, как это ни странно, тоже вырабатывают эстроген, но на более низком уровне, чем у женщин. Если уровень выработки эстрогена у мужчин повышается, у них могут появиться такие недуги, как бесплодие и эректильная дисфункция. Все мужчины когда-то могли стать женщинами. Все мы когда-то были лишь зародышами в утробе матери. Несмотря на то, что женские или мужские хромосомы появляются у зародыша с момента появления, половые различия не появятся, пока не появятся и половые гормоны. А случается это лишь после двух недель зачатия. За это время тестостерон успевает угаснуть, и эмбрионы мужского пола начинают развиваться по пути эмбриона женского пола. Этим объясняется наличие сосков у людей мужского пола. У мужчин более толстая кожа А вы знали, что у мужчин кожа на 25% толще, чем у женщин? Доктор Диана Говард из Международного кожного института утверждает, что кожа мужчин и женщин с течением времени меняется по-разному. Кожа мужчины становится тоньше постепенно, у женщин же наоборот. Толщина кожи не меняется вплоть до менопаузы, затем начинает стремительно истончаться. У мужчин ноги больше Как правило, мужчины всегда больше женщин. Даже если мужчина и женщина одного роста, ноги мужчины будут шире и длиннее. Билли Голдберг и Марк Лейнер объясняют эти различия в своей книге «Почему мужчины засыпают после секса». Женщины, в отличие от мужчин, обычно обладают короткими щиколотками, маленькими носочками и пальцами. У мужчин около тысячи волосков на лице Вы когда-нибудь пробовали подсчитать количество волосков на лице мужчины? Даже не пытайтесь! Количество волосков на щеках и подбородке мужчины может насчитывать от 5 до 25 тысяч. Волосы на лице мужчины растут со скоростью около 15 сантиметров в год. Таким образом, за всю свою жизнь среднестатистический мужчина сбривает около 69 сантиметров волос. Следовательно, на это уйдет около 60 часов в год и 5 месяцев за всю жизнь. Представить только почти полгода жизни мужчины проводят с бритвой в руках. Выпадение волос передается от матери. Считается, что выпадение волос передается мужчине от матери. Однако существуют и другие дополнительные причины выпадения волос. Мужчины, чьи отцы облысели рано, склонны к более быстрому облысению. Облысение у мужчин может начаться даже в 20 лет, так что к 50 он уже полностью облысеет. В 60-летнем возрасте двое из трех мужчин уже лысые. Весь процесс облысения обычно занимает от 15 до 20 лет и начинается с залысин. Мужчины, как правило, используют только одно полушарие. Согласно исследованиям, мужчины пользуются только левым полушарием мозга. Это полушарие отвечает за логику и анализ фактов. У женщин, в отличие от мужчин, работает как левое, так и правое полушарие. Несмотря на то, что у мужчин мозг больше на 8%, чем у женщин, мозолистого тела у представительниц прекрасного пола больше. Это значит, что передача данных между двумя полушариями осуществляется намного быстрее, чем у мужчин. Именно поэтому женщины так успешно справляются с несколькими заданиями одновременно. Зато у мужчин лучше развито пространственное мышление. А на этом все, друзья. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать наши новые интересные ролики. Хорошего вам настроения и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok